В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Выборг, город, где переплились эпохи и культуры, он весь как будто бы пропитан древней историей. С удивительными находками здесь можно столкнуться буквально на каждом шагу. Что здесь можно посмотреть, совершив короткое путешествие в свободное время? Выборгский замок. Это единственный в России хорошо сохранившийся памятник средневековой западноевропейской военной архитектуры. После прогулки по замку обязательно нужно подняться на смотровую площадку, что разместилось под куполом башни святого Олафа. Места на смотровой площадке, к сожалению, очень мало. Однако, несмотря на трудности подъема и тесноту, любой, кто доберется до вершины башни, будет счастлив своим подвигом. Виды с террасы на старинный выборг открываются действительно восхитительные. Парк Монрепо. Этот парк называют пейзажным, и каждый его уголок навевает вдохновение, восхищение и умиротворение. Название этому месту дал один из комендантов Выборга, заложивший основы парка в далеком XVIII веке. Круглая башня. Круглая башня, которую иногда еще величает толстая Екатерина, это один из немногих сохранившихся памятников древнего Выборга, один из символов города наряду с Выборгским замком. Возведение башни понадобилось в связи с тем, что к середине XVI века, в эпоху шведского короля Густава Васы, каменные укрепления Выборга, построенные в 1470-х годах, уже частично утратили свои оборонительные качества и требовали усиления. В 1922 году известный финский архитектор Уна Ульберг, занимавший тогда пост главного архитектора Выборга, реконструировал башню и приспособил под исторический ресторан. Оригинальные фрески на стенах с гербами древних дворянских фамилий, расписной потолок, лестницы и светильники, старинный камин переправляют посетителей ресторана по реке Времени в далекую эпоху. Анинские укрепления. Эта крепость создана в Выборге после Северной войны 1700-1721 годов, когда по нештатскому миру 1721 года город вошел в состав Российской империи и стал, по выражению Петра I, крепкой подушкой для Санкт-Петербурга. Анинские укрепления расположились к северу от Выборгского замка, на острове Твердыш. Это целый комплекс фортификационных сооружений, состоящий из четырех бастионов, соединенных тремя куртинами. Добраться до Выборга можно электричкой от финляндского вокзала, автобус номер 850 от станции метро Парнас. Продолжим артефактами земель славянских. В Сызрани установлен возраст топората Магавка, сделанного 4000 лет назад на территории проживания первобытных племен Бронзового века. Много лет топор хранился в экспозиции местного краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. Установить настоящий возраст топора удалось во время экспертизы, проведенной в музее кандидатам исторических наук Ольгой Кузьминой из Самары. О том, что уникальная находка из Сызрани пролежала в земле 4000 лет, сделали доклад на недавней научной конференции, сообщили в Краеведческом музее. По словам хранителя Краеведческого музея Антонины Назарович, таких хорошо сохранившихся томогавках в научном мире известно не более девяти. Особенности находки в том, что топор совмещал в себе функции боевого оружия и скипетра вождя племени, которая жила в первой четверти второго тысячелетия до нашей эры. Топор был найден в окрестностях Октябрьска. Сегодня топор-тамагавка находится под бронированным стеклом одной из экспозиций Краеведческого музея. Московские археологи в ходе работ по программе «Моя улица» у основания Китайгородской стены обнаружили тайную комнату. Она называлась «Слух», так как позволяла подслушивать действия неприятеля по ту сторону крепости. Также в ходе подготовительных работ были найдены более 150 различных артефактов. Как пояснил главный археолог столицы Леонид Кондрашов, ученые в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Поясняется, что в мирное время слух использовали как место для хранения припасов. А в ходе осад защитники могли узнавать, что делают враги по ту сторону стены. В помещении была особая акустика, благодаря которой можно было бы услышать, как, к примеру, неприятели роют подкоп. Похожие ниши археологи находили в фундаменте стены Китайгорода и раньше. Помимо слуха, специалисты обнаружили и другие артефакты XVI-XIX веков. Большая часть – это керамика XVIII-XIX веков, фрагменты горшков и мисок. Также археологи нашли примерно 10 медных монет, железные бытовые изделия, изразцы и свинцовые торговые пломбы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Одессе 2 апреля приглашают на хороводную вечерку. В программе танцы, хороводы, забавы да игры. Приходите сами и друзей приводите. Место проведения – город Одесса, школа ступени, улица Ильфа и Петрова, дом 31А. Время проведения – с 12.00 до 17.00. В Москве 2 апреля открывается скрипторий для детей, где можно посетить мастер-класс для школьников – каллиграфия Древней Руси. За полтора часа вы успеете заглянуть в древние рукописи, узнать много интересного о наших буквах и их истории. А главное – взять в руки перья и начать не просто всматриваться, но, так сказать, вписываться в письмо Древней Руси. Устав, полустав, скоропись, вязь, буквицы – отныне это будут для вас не просто умные слова, а совершенно конкретные и очень интересные виды деятельности. 2 апреля, воскресенье, с 13.00 до 14.30. Место проведения – скрипторий в палатах Аверкия Кириллова, Берсеневская набережная, дом 20. Заключение поведаем в запланированных эфирах на следующую неделю. 4 апреля, вторник. Приемы удаленного оздоровительного воздействия. Автор-сказитель Захар Белинский. 5 апреля, среда. Зодчество русов. Автор-сказитель Леонид Григорьевич Фиденко. 6 апреля, четверг. Как религии приводят к катастрофам. Автор-сказитель Владимир Алексеевич Шемшук. Начало эфиров в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше! Быть добру! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова